Всем доброе утро! Как вы понимаете, наше утро, естественно, началось не в 6 и не в 8. А в 6, конечно, я встала пол шестого, потом пол восьмого, потом пол девятого и в итоге пол одиннадцатого. Спали сегодня все. Сейчас я вам покажу свою красоту. Правда, надо тоже почистить, помыть, но это красота реальная. Классный? Вообще классный. Ну, отошел, видите, вот, который она грызла, симка. Правда, одна сторона не очень. Ну, может быть, потому что она еще и лупает, надо посмотреть. А та сторона пошла. Это розовый. Тоже я его. Вот он там, с той стороны. Но я его потом обнимюшку. И вот это вот белый, но он там с той стороны, в основном. Но я смотрю тоже хорошо. Тихо-тихо он весь, весь-весь-весь начинает. Так что у меня вот такая красотуль. Эта красотуль сидит здесь полудремная. Выспалась до 11 часов. Уже подняли его, правда, разбудили. Давай, подымайся. Сейчас будем, не знаю, этот кушаем быстро. Потом у нас тренировка. Улица. Сегодня надо феселовую. Там ролик. Погода, в принципе, погода неплохая. Радует. Для экологии это очень даже. Ну, нам с ходонками как раз. И у нас сегодня силовую. Надо включать тренировку. Обязательно. Вот так вот. Папа. Папа, ты счастлив? Папа, правда, волосатик. Но я его постригу его, и потом он вам расскажет, как он был счастлив. Он пока... До или после. Видите, он отмалчивается. Он пока в шоке. Он в шоке. Видите, ну, он типа, как он истинный, да? Семьянин. Сидел и ждал, небритый. Истинный горе. Да, волосатый. Ну, ничего. Приведем его в порядок. Все, ладно, мы сейчас завтракаем. Дальше я вам расскажу, покажу, как Яра среагировала, как папа среагировал на нашего Ярика. Видите, он до сих пор еще дар речи, пока не вернулась к нему. Но ничего, он все придет более-менее в себя. Сегодня он на работе, сегодня вторая ночь будет у нас. Мы будем опять одни, совсем. Аккуратно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, он немножко у Андрея на руках передохнул. Конечно, здесь нужно сидушку такую предусматривать. И сейчас отобраться. Андрей ушел домой, сейчас придет за нами. А Яра... Уже, конечно, уже... Энтузиазма не так много. Но уже тяжело чувствовать. Я уже его нет-нет подтягиваю. Ноги... Больше уже с опоры бежит. Видите, он уже не останавливается. Яра, тормозись. Тормозись. Уже устал. Ну, ничего. Покушает, будет отдыхать. Называется, пора домой. На ручках, да. На ручки залез. Ну, устал. Просто же и не стал его, чтобы сейчас он мучит. Нашу силовую тренировку. Ну, и когда папа... Когда сильное плечо рядом, то, конечно, сразу хочется себя почувствовать на ручке. Да, Яра? Нормально. Ладно, ничего. Сейчас передохнет, покушает. А что мы кушаем сегодня? Андрю, что у нас сегодня кушать? Чтоб бог пошел. Три корочки хлеба. Да, Яра? Мы еще не готовили вообще ничего. А что будет кушать? Арбуз. Как раз до лета. Арбуз созреет, мы покушаем летом арбуз. Мы уже дома пообедали. Просто сейчас я убираюсь. Надо заниматься, садиться. Хочу уроки сделать. Немножко пока время никак я не рассчитаю. Расчетное. Ну, не успеваю пока еще сесть. Потому что вроде как надо и квартиру разобрать. Потому что все-таки Андрея больше было. Как-то Мика приходила. И все. Вчера вот я вам печку помыла, духовку. Ну, то есть, как бы такие есть нюансы. Пыль все они убирали. Но все равно, в общем, там, где Яска не занималась, там надо разобрать опять. И нам надо еще переделывать. То есть, у нас с тренером есть такие наработки в мыслях. Ну, это я когда уже мы сделаем, когда это все получится. Пока это все в процессе. Я вам все это потом сяду, расскажу, покажу. То, что нам она рекомендовала. Но для этого, чтобы она сделать, надо всю квартиру. У меня сейчас просто взорвать мозг свой. И плюс это все вкладываться надо так, чтобы еще с Яськой все равно. То есть, вот сейчас уже правда седьмой час. Но с завтрашнего дня, я уже сказала, завтра мы встаем рано. Чтобы это все успевать с утра. Сейчас будем уроки хоть немножко начну включу. Хотя у нас правда без книжек. Ну, сейчас что-нибудь придумаю. Писать что-то это такое. Хотя бы просто позаниматься. Ну, вот прям с интернета открою. По книгам, да. Чтобы по одной странице. Ну, а здесь вот я их распечатаю. Точно эти страницы, которые мне нужны. Разово. И все. Зелень все перемыла. Покажу вам. Я правда надо было. Мне кажется, я нормально все довезла. Шикарно. Вообще вопросов не было. Единственное, что меня на таможне остановило. У Яськие соки были. Почковые. А таможенник сразу остановил. Спросил, что там в рюкзаке. Я ему сказала, что соки. Он говорит, что типа, а ты кому? Или, ну вот у меня малой. Но он не пьет воды. То есть, как бы бутылками. Да, и не пьет. То есть, я даже буду просить в самолете. То есть, мне надо по дороге, чтобы было питье. И все. Без вопросов. То есть, как бы, а вот по поводу травы, вот этой зелени, вообще никто не задал. Я ее такое просушила. И немножко влажный был. Слегка такое влажное полотенце завернула и в пакет. Я еще с вечера ее положила в пакет. И у меня даже кинза живая вообще, как будто бы ни о чем практически. Хотя, не считайте, всю ночь. И только прибыли на следующий день. Сейчас я вот покажу. Оно все сохнет. Пока так сильно не пугайтесь. Но это лук там у меня пока все нигде не помещается. Еще надо все разбирать. Видите, она вот вообще, как будто бы, просто я стормозила. Не надо было там ее все это поперемыть. А я привезла. И видите, вот этот шпинат. Шпинат тоже в классном состоянии. Абсолютно все нормально. Я просто думаю, нет, я все-таки его помою, чтобы если даже вдруг как что-то подзамар... Хотя, мне кажется, мы его и съедим. Уже часть съели. Сима вообще от него не отлазит. Сельца лежит. У нее там селедка лежит. Она все просила. Вроде схватила, но не стала есть. А шпинат, она мне вот таскает его. Она просто его ворует. И главное, не кинза ничего. А вот шпинат прям хватает и кушает. Ну, думаю, ладно, кушает. Пускай кушает. Вот. То есть он все нормально. Ну, конечно, еще разбирать, перебирать. Здесь витамин тут так по вещам. Сейчас начинаю стирать. Перестирать я вчера даже не стирала, потому что думаю, нет, я буду с ним ходить. Сейчас еще думаю, нет, пускай, как оно будет. Как идет, так идет. Квартира никуда не денется. Мы не в сраче, мы не в чем-то живем. Мы не в бомжатнике. Квартира чистая, кто нас знает. Ну, ремонт-то не доделан, не доделан. Что-то сделано, что-то не сделано. Мы живем как средние. Сейчас статистически общие все живут. Честно, 90% населения. Ну, да. Ну, и вы жили лучше, жили хуже. Бывало всякое. Сейчас для меня, честно, вот не важно. Я получаю наслаждение, что, как бы, да, я раньше получала наслаждение, когда я красилась, когда я вот перекрашивала голову, я выглядела красиво. Сейчас я получаю, я себе, знаете, каким человеком сегодня шла по улицам, я чувствовала себя человеком, реальным человеком. Я шла, и он шел со мной рядом, понимаете. И все вот эти восхищенные взгляды соседей, друзей, которые все видели. И даже там шепотом бабушка, он ходит, подходит ко мне, понимаете. То есть это настолько вот, мне кажется, вот это вообще не передать словами. Он просто идет с тобой рядом, да. Он, да, еще пока плохо, да, еще не так, но он идет с тобой рядом, ты его не тащишь. Я реально, то есть как бы даже для Инстаграма, я стала мерзнуть. Я иду, я мерзну. Я первый раз в жизни шла, мне было холодно. А не то, что я потом обливалась, извините, обвоняла и текло с меня вот так вот подграда. Я просто шла, и меня мерзло, потому что я шла очень-очень медленно достаточно. А он, у него руки, у меня были руки холодные, а Яська смотрю, и пыхтет, идет. У него руки горячие, он, потому что дошел до магазина, в принципе, успел спотеть в конце. Ну, видно, там расслабился, поэтому надо как-то еще подойду смотреть, еще поменьше. Ну, это рассчитать. Куртки все тоже дома половину, все маленькие, короткие, штаны все короткие. Я хотела не комбинезон, а что-то полегче одевать. Но теперь оказывается, что брюк у него таких вот сейчас вот зимы нету, чтобы одеть зиму такую. И с курткой, и куртка почему-то без замка у меня, не знаю, посмотреть, что там. Видно, когда в Евпатории мы были, гипсовались. Я вот не помню почему, но мы там на гипсовке, мы были с курткой. Почему у меня сейчас эта куртка без замка? Здесь вот целая гурьба, это вот на стирку. Еще Микина куртка, потому что, ну, потому что многое, что еще хочу. Вот здесь вот, конечно, вот это мне надо тоже весь угол переразобрать по-другому. И это надо все сделать так, чтобы было время, ну, то есть, как бы, не уделять от времени, как говорится, не ущемлять в Яськином, понимаете? Если я сейчас начну вот это около... То есть, как бы, извините меня, ну, все мы понимаем, мы же не все не дураки, чтобы уборка, это надо пару часов, двадцать, тройка часов, да, заняться. И после этого надо все равно тоже отдыхать, это три-четыре часа в днем. Ну, у тебя всего их сколько? Ну, мы десять часов где-то спим, да? Восемь часов человек должен спать. Ну, пускай шесть часов мог. Ну, все равно ты взрослый человек, у меня уже за сороковник, да, далеко уже, как бы, не спать по три-четыре часа уже не получается. Даже если ты ложишься в два-три часа дня ночи, ты должен хотя бы днем по сну, и даже если тебе двадцать пять, тебе тридцать лет, ты все равно должен поспать. Ты не можешь не спать никогда. Человек так рассчитан, что он должен спать шесть-восемь часов, и то остается шестнадцать, если из них два-три часа убираешь на готовку, на прогулку. То есть там занятие, да, то есть оно не получается, поэтому здесь буду, наверное, как-то постепенно разбирать. У меня вот эта кучка, видите, тоже здесь вот, она вроде все нормально, все чисто, но вот там Сима у нас хозяинка, хозяйка Медной горы, поэтому... Ладно, извиняюсь, пока попозже сейчас подключусь, посмотрю, что мы будем делать, как заниматься, дальше будет видно. Еще тренировка сегодня, если хотите посмотреть. Я, правда, покрутила спину, у них, говорят, там голова болит, позвонили, это писали. Честно, у меня, я не знаю, мы вот на самом деле, такая же психосоматика, но у меня, когда я вот, потому что мы два с половиной часа просидели еще в самолете, и у меня в самолете уже начала голова болеть. И я, знаете, что стала делать? Ну, когда сели в Аэроэкспресс, по-моему, я то есть взяла, как будто бы, понятно, что это не палка, это все как будто бы, я начала вот эти движения делать немножко, и тихо-тихо у меня, получается, она как-то стала стихать, то есть я как будто бы восьмерки свои покрутила, но покрутила, правда, без палки, покрутила просто. А сегодня с утра, правда, еще тоже, ну, в общем, разлагились сегодня мы полностью, но я как бы пока Яська покушала, я сделала свои восьмерки палкой, остальное не делала сейчас на тренировку. Короче говоря, я распечатала, хорошо, мы сейчас с педагогом поговорили, она придет к нам после уже каникул, поэтому сейчас я вот уже так вот распечатала себе, уменьшила телевизор, математику пока распечатала русский, завтра я еще посмотрю рабочие тетради, ну, частично, потому что мы-то там делаем. Конечно, дай бог, чтобы посылка пришла ко мне вовремя, но пока я смотрю, но пока она проставлена, что она должна прийти 29-го. Сейчас я с Ярой быстро сделаю базу, базу нам, я вам не показывала, по-моему, вот база у меня вот такая распечатанная, она двухсторонняя, ну, с двух сторон специально у Леган Толина сделала, чтобы я ламинировала, у меня можно было... Короче, сейчас мы будем делать 8 трамплинов, что такое трамплины, ты знаешь? Что, покажи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Канкин 13 часов ночи. Констатирую факты. У нас еще посмотрите, что происходит, у нас даже постель не постель, а? Что? Алло, ну да, у нас Эмиля сейчас сидела, распечатывала, не знаю, с 8 вечера, обещала, пришла в 10, почти в 10, да, ты пришла? платил. А, ну вот она пришла, помогала. С начала 10-го она пришла. И 12-го. Но сейчас она поедет. Только на такси буду вызывать. Да, а если завтра ты постанешься, завтра все в школу с утра? Так еще ладно, с вами без прикола. Она мне еще оставила геометрию решать ночью. Для счастья. Да, чтобы мне скучно ночью не было. А то вдруг я спать захочу. День у нас не заканчивается. Пол первого. Я сейчас только посуду. Я положила только потому что пока Эмиля ушла, пока уехала, пока надо было уложить его, надеть, это все. Что же? Надо время. Сейчас еще мне вешать белье, вещи. Вот, говорите, вот отдыхать. Вот отдых. Я приехала первый день дома. Вот чем? Вот целый день. Это еще я нормально квартиру еще не убирала. Видите, вам всякого. Все висит непонятно что. То есть, как бы я еще не разбирала. Так Андрей, конечно, кое-что разбирал. Кое-что покупал. Кое-что делал. Грубо говоря, как-то так. Это, да, кухню. На кухне. Но это все поверху. А низ, конечно, плюс ко всему этот ремонт в подъезде. Я сейчас смотрю. У нас, конечно, прихожка тоже уже. Ну, в общем, поручила. Надо все равно все еще, надеюсь, может быть, завтра все-таки получится поубраться. Потому что мы так не убрались. Яра просит наряжать елку. Но я даже не рискую пока. Ну, то есть, как бы надо тоже квартиру привезти. Чтобы, ну, грубо говоря, наряжать тоже надо как-то сначала разобрать все по местам. Потому что мне нужно... Ну, мне нужны места другие. Сейчас мне надо много чего. Я говорю, да, что это... Я просто не знаю, как сейчас. Ну, хорошо, вот еще хоть сейчас нам отменили. То есть, педагог придет только после. Я не знаю, уже говорила, не говорила. После Нового года. Хоть сегодня отношения я смогу немножко подогнать. Поэтому, чтобы у меня тоже 100% садиться и заниматься. Прям вот уже... Потому что сегодня мы так внесели. Я пришла, пока тренировку закончили. Потому что она опять отвлекла, пока она... Она там делала проекты, я стирала. Сейчас она мне оставила вот геометрию решать еще. Уже я не знаю, когда я ее буду решать еще. Ну, тоже, тоже уже устаешь. Уже скорость не та, конечно. Уже даешь себе возможность передышки. Потому что не то, что передышки. Я так думаю, передышки у меня не получаются. Просто чуть-чуть все медленнее и медленнее уже делаешь. Плюс, конечно, ты возрастный хочешь-не хочешь. Тебе не 15, не 20. Скорость уже не такая, которая как раньше. Что бегом-бегом-бегом. И два раза в день полы. И три раза еще что-то. Все-таки нагрузка как бы... Я сейчас пытаюсь Яру перестроить, чтобы вот это выбить с него. То есть, как бы, это все детский сад. Понятно, что... То есть, ну, как вам объяснить? Нам это... Я потом, наверное, все-таки отдельно, может, отсниму. Когда нам это все говорили. Ну, как-то я не могла до конца... Вот, я говорю, вот... Мне как будто человек просто написал. Спасибо огромное. Не знаю, может, девушка меня смотрит, не смотрит. Она мне просто написала. Там сколько? Пять-шесть строчек, да? Вот описание. Вот это вот наше незрелость. Когда мне это все говорили, проковаривали. Ну, как бы, то, что говорили. Я никак не могла это понять. Уяснить, что и как. И как с этим бороться. И вот она мне как-то написала одним разом. И для меня настолько это вот прояснилось, картина, да? Она выстроилась. Такой пазл. Что я, по крайней мере, сейчас знаю, что мне надо, что мне нужно делать. Как мне надо с ним... Ну, на что надо давить. На что какие рычаги надо включать. И где надо что. Зачем наблюдать. Зачем следить. И что исправлять как-то, по крайней мере. Я не знаю, конечно, это я не бог. Я понимаю, что кто-то смеется, смотрит. Может быть, и говорит, что, типа, ты что, дура, что ли? Незрелость мозга хочет победить. Тоже, как, типа, ДЦП. Я никого не побеждаю. Я просто иду свой путь. Поэтому, честно говоря, я даже не пытаюсь заморочиться. Кого-то перестроить. Кого-то переубедить. Это мое мнение. Мое решение. Я просто его... Я с этим живу. Я живу сама. Это мое принятие сейчас. Я много делала для других. Честно говоря, зачеркивая свою жизнь. Я всю жизнь жила для других. Я просто сейчас, получается, живу для своей семьи. Нравится, не нравится кому-то. Я не знаю, даже такой прикол. Честно говоря, выпустила ролик. Да, на особом детстве. 200 просмотров. Из 200 просмотров, по-моему, 2 дизлайка, что ли, поставили. Это надо как заморочиться на меня, чтобы подписаться, чтобы смотреть и ставить вовремя дизлайки. Ну, это вообще финиш. Ладно. Всем спасибо. Пока. Завтра будет день. Будут новые победы. Будут новые поражения. Новые падения. Подъемы. Тренировки. Расскажу, куда Андрей бегал. Куда мы завтра должны пойти. Еще что сделать. Что у нас сегодня. Много что произошло. Но просто не вкладывается все вот в эту болтушку, чтобы успеть все это рассказать, все показать. Завтра расскажу много, что уже произошло. Хотя вроде бы здесь всего один день. Вот так вот за сегодняшний день много-много чего. Ладненько. Я посмотрела, у меня еще зелень. Я ее подсушила, так просушила от воды. Сейчас газету и закрою. Скажите, вы тоже так сушите зелень? Ну, не сушите, а сохраняйте в газете и в пакет. Мы в Баку всегда так. То есть, как бы, вот у нас там много вообще зелени. Всегда жизнь. Мы там как-то вот так вот. У вас есть какие-то другие способы? С сохранностью зелени. Ладненько. Все, всем пошла. Я еще дальше добивать свои дела. Быстро шли на дежурстве. Я одна с яскими. Надо еще все равно его контролировать. Тоже спать. Здесь сейчас еще надо повесить вещи, белье. Так что вот так вот. Мика уехала. Я ее такси вызвала. Она поехала. Ну, то есть, как бы, я Яндексом такси сейчас пользуюсь. И он хорошо. Ему прям видно, что когда он, куда он едет, где он едет, как он доехал. То есть, как бы, остановили. Ну, поэтому мне очень нравится это приложение. Проводитель сидит, ждет, пока она поднимется. Поэтому, как-то, меня это все устраивает. У меня уже дома. Завтра я в школу. Поэтому она не осталась здесь. Не от того, что я ее гоню, выгоняю или мы в плохих отношениях. И так легче, в принципе. Нам так может быть даже легче. Как бы, пространство поразделенное на каждое своем. В принципе, как бы, когда надо вместе, когда не надо. Пускай каждый живет по-своему. И надо тоже привыкать уже 17 лет. Практически. Дрослый человек. Ладно, вот эти. Все. Всем спасибо огромное. Спасибо за поддержку вашу. Спасибо. За комментарии, за помощь. Всем пока-пока.